Здравствуйте, мои дорогие раки, люди с солнцем в знаке зодиака. Рак. Этот прогноз будет для вас. Прогноз на август месяц 2023 года. Какая будет самая главная энергетика этого месяца? У вас очень много сомнений. Я хочу отдохнуть, я устал, у меня выгорание. Я хочу спрятаться и скрыться, убежать от всех. Не хочу ничего знать, не хочу никому помогать. Устал, хочу отдохнуть, хочу полежать. Куда мне спрятаться и скрыться? Плюс будет хотеться, возможно, что-то изучать. Возможно, что-то просто посмотреть. Знаете, побыть одному. Уйти, возможно, в просмотр каких-то видео, каких-то фильмов, которые вы давно не видели. А вам будет хотеться уединения. Вам будет хотеться спрятаться. Потому что если вы планируете отпуск, выбираете какое-то очень нешумное место. Спокойный отдых, тихий спокойный отдых. Потому что вот прям не хочу ни во что вникать, не хочу решать, не хочу никого спасать. Дайте мне тишины. Очень важные перемены идут. Поэтому вам как мироздание даёт возможность отдохнуть, привести себя в порядок и побыть в тишине. Потому что хочется, не знаю, вот ничего не хочется делать. Четвёрка Пентакли. Больше похоже, вас, наверное, по такому ощущению, как будто к чему-то готовят. Очень спокойный месяц. Вот прям вообще спокойный, спокойный месяц. Не хочется оторваться, не хочется никуда бежать. Вы знаете, как такой месяц доверия, когда хочется довериться ситуации, а будь что будет. Поживём, увидим. Что произойдёт. Суд Божий, карта судьбы. Вот что будет, то будет. Но здесь не хочется ни о чём думать, ни о ком-то заботиться, ни куда-то бежать. Хочется просто отдохнуть. Вот тишина и спокойствие. Да, вы будете с кем-то переписываться, вы будете с кем-то общаться, разговаривать. Но вас очень тяжело будет вытащить куда-то, на какие-то такие бурные мероприятия. Ну, возможно, конечно, это всё есть, но основная энергия будет, это желание скрыться, спрятаться, убежать, побыть наедине, побыть в тишине. Вот дайте мне тишины. Хочу тишины, хочу спокойствия, хочу просто отдохнуть. С чем это будет связано? Вы устали. Вы просто устали. Ну, здесь хорошо для женщин проиграется, как я устала быть удобной для всех. Я хочу просто отдохнуть. Я хочу перезагрузки, я хочу смену судьбы, я хочу... Ну, здесь у мужчин и у женщин проиграется. Здесь получается, как я устала. Я устала всех ждать, я устала под всех подстраиваться, я устала работать, я устала... Устала быть удобной, мягкой, податливой для всех. Мне тяжело. Вот подстроитесь теперь под меня. Вот такая вот будет энергетика основная в августе месяце. А что такое-нибудь яркое произойдёт? Может, уже и не надо, да? Нет, тихий, спокойный месяц совершенно. Умеренность, двойка жестов, полное бездействие, кровью мячей. Вы будете все в своих мыслях. Возможно, неплохо с мамой встретиться. Может быть, с какой-то подругой. Если это мужчина, просто женщина. Всё очень спокойно. Вот никакой активности, умеренности. Хорошо подойдут чистки организма, допустим. Какие-то медитации, массажи. Отдых возле воды. Спокойный, тихий отдых возле воды. Может быть, даже и не морской воды. Не солёной воды. Там, где есть... Это могут быть спа, это могут быть просто бассейны, это могут быть реки, озёры. Но вот там, где не надо много двигаться. Тут не про чревоугодие, не про празднование, не про объедание, а здесь именно про то, что я начинаю думать о своей душе, о своём теле, о своём внутреннем мире. Хочется какое-то такое спокойствие, тишины, перезагрузки. Как будто реально вас готовят. Да, очень... Каким-то эмоциям в следующем году. Нет, вы должны за лето очень хорошо отдохнуть. Вот у вас остался ещё один месяц, вы должны лето, последний месяц лета. И у вас прям будет желание, постоянно дайте мне тишины, я хочу отдохнуть. Что будет происходить в личной жизни? Не то, чтобы вам не хочется, но у вас вся личная жизнь протекает в интернете. Я за кем-то наблюдаю в интернете. Тут не говорит о том, что у вас будет какое-то новое знакомство, либо какой-то разрыв, либо кто-то появится. Тишина, спокойствие, держите дистанцию, просто ждёте, пока произойдёт то, что должно произойти. То есть всё идёт своим чередом. Вот не волнует вас этот вопрос. Да, вы за кем-то будете наблюдать, возможно, вы кого-то ждёте. Есть такое, да? Возможно, какие-то ожидания, возможно, хорошо проиграете для тех, кто встречается с кем-то на расстоянии, либо вы разъехались. Потому что вы будете наблюдать за человеком, которого вы ждёте, который кто-то куда-то улетел, уехал, и вы будете просматривать, ну, не знаю, что у него, как он, где он сейчас, что в жизни происходит. Страданий здесь нет, переживаний здесь нет. Вот вам, знаете, вот как-то всё до звезды. Хорошо, вот правильно, берегите свои нервы, потому что раки, они очень эмоциональны, они всё пропускают через себя. Вы же в первую очередь волнуетесь за всех вокруг, а потом за себя. А здесь прям месяц хочу отдохнуть. Работать вы будете, всё хорошо. Будет скучно, не будет желания работать, но работу какую-то выполнять будете, но основная энергия – хочу тишины, спокойствия, и не трогайте меня. Общаться вы будете, кто-то рядом будет. Если вы в отношениях, то вы в отношениях, не знаю, не дают вам тишины, вы работать будете. Может быть, дистанционно будете работать, но какие-то дела и вопросы вы будете решать. Вам просто так вот не дадут отдохнуть. Не получится у вас просто взять, сбежать и скрыться от кого-то. А знакомства новые будут для одиноких? Вот кто, кого нет, кто у нас же девочки всё время спрашивает, будет ли у меня новое знакомство. Будет ли... А вы знаете, что? А тут немножко наоборот. Если вы находитесь в поиске, у вас вообще может быть такое желание удалить все вот эти социальные сети, удалить все сайты знакомств, вообще закончить общение со всеми, какую-то длительную переписку, просто взять и прервать. Вот я хочу просто тишины, хочу отдохнуть, перезагрузиться и начать всё заново. Что у вас будет в профессиональной деятельности? Очень серьёзная перемена, кардинальные перемены, прикладываете усилия, серьёзные перемены, неважно, здесь это ваш бизнес, работа по найму, будут серьёзные, кардинальные перемены, серьёзнейшая трансформация в лучшую сторону. Усилится организация, усилится контроль, усилится с вашей стороны. Больше включённости, больше внимания и будете пересматривать вот как управленец, как человек, который может принимать решения, но в той сфере, в которой вы принимаете. Очень будет много идей всё поменять. С финансами что будет происходить? Мир удовольствия, мир наслаждения, туз кубков, король кубков. Так, ну король кубков, мир кубков, туз кубков. Деньги вы любите, они приносят вам наслаждение, но все деньги, которые у вас будут, вы будете тратить на радость и удовольствие. Деньги вас не волнуют, деньги есть, такое ощущение, как будто вы их либо накопили, либо откладывали. Ну здесь король кубков, у него всегда на счастье, на радость деньги есть. Могут быть деньги от мужчины, опять же. Либо если ваш бизнес, ваша работа, ваша сфера деятельности помогательная, вы работаете с кубками, тогда это напрямую. Если вы психолог, консультант, таролог, кастролог, опять же, люди творчества, писатели, певцы, артисты, актеры, просто менеджеры, которые, ну такое, знаете, как творческие личности, которые особо любят, работают в удовольствие, очень хороший будет месяц для денег. Вы знаете, как деньги приходят, и вы ими наслаждаетесь. Вот очень хорошо проиграется, если... Ну вы сами по себе еще кубковые, да, раки? Не знаю, наивысший уровень удовольствия, но вот деньги на удовольствие и на радость у вас однозначно в этом месяце будут, вы себе будете позволять отдых. Либо у кого-то появится мужчина, который сможет, не знаю, оплатить, поддержать эти удовольствия и подарить вам радость. Но очень хорошо проиграется, если вы рак, который занимается консультированием, у вас будут очень хорошие перемены в работе, которые принесут очень хороший финансовый результат. Вот очень хорошо. Если вы творческая личность, я перечислила профессии, которые имеют отношение к эмоциям, вот у вас прям очень такой будет плодотворный месяц, и поэтому, может быть, будет хотеться отдыха. Такой вот прогноз на август месяц для раков.